Всем приветики! Меня зовут Аня, вы на канале есть Анна Крастить. И сегодня начнется отшив, отшив моего собственного сэмплера, который у меня тут нарисовался. Я все время так говорю, что они у меня нарисовались сами. Но вот как-то когда садишься сэмплеры делать, они как-то сами по себе рисуются. Не знаю, вот это нужно делать по вдохновению однозначно. Просто так сесть и сидеть, что-то там тыкать, наверное, невозможно. И я практически сколько? Больше месяца не подступалась ни к чему. И училась делать обычные схемы. А тут опять у меня нахлынуло. Так как везде у нас в магазинах после Рождества все быстро сменили, все убрали. И теперь у нас кругом одни сердечки. Все такое классное, прекрасное, радужное. И скоро день Святого Валентина. Ну как скоро? Через месяц. Сегодня ровно 14 января. И два дня назад я начала вот эту схему создавать. За два дня она у меня получилась. И я решила не откладывать ее в долгий ящик. Так как... В общем, я хочу все эссемплеры... Ну пока я хочу все, что у меня будет из эссемплеров рисоваться. Я хочу все это сама вышивать. Все-таки свое детище надо его от начала до конца, в общем, исполнять. Вот. И решила я, что не буду откладывать этот сэмплер. Так как все у меня есть. Я бы уже давно, наверное, начала зимний сэмплер с оленями, с книжками милыми вообще. Вот. Но у меня нет ткани. И я все что-то никак не... Одну ткань не хочу заказывать с 1-2-3 стичь. А больше мне пока ничего не надо. Вот. Не знаю. Может быть, все-таки сделаю заказ. Но пока... Пока у меня есть все на этот сэмплер. И я решила сегодня его начать. Я буду вышивать ниткой ручного окрашивания Gentle Art. Вот такое вот у нее название. Она вот такая вот красивая-красивая. Мне кажется, я красную шапочку ей вышивала. Вот. И я решила, что цвет очень красивый, очень интересный. И подойдет прекрасно для этого сэмплера. Вообще, сэмплер сам отрисован в программе. При использовании цвета DMC 321. Я его сравнила. Я изначально хотела вышивать именно этой ниткой. И уже по карте цветов я посмотрела, что она... Ну, самый яркий ее цвет. Он подходит к 321 цвету DMC. И, в принципе, поэтому я цвет схемы сделала именно такой. Ну, это на случай, что, ну, у кого-то нет возможности вышивать нитками ручного окрашивания. То в DMC это цвет 321. И достала я сейчас основу, которую хотела бы. Я хотела сырой лен от Zweigart. Я достала его. Вот так вот он выглядит. И это тоже изначально я знала уже, что хочу на сыром льне почему-то. Ну, как-то вот иногда с самого начала ты понимаешь, что и на чем ты хочешь вышивать. И вот так вот все это дело предполагалось. Но я полезла посмотреть, какие основы у меня еще есть. У меня есть вот такой вот светлый вариант. Он у меня остался от сэмплера с домиком. Я оставлю. Либо в углу вылезет ссылка, либо внизу оставлю ссылку. Там в комплекте шел вот такой вот Джобалан. Джобалан. Ткань Джобалан. В общем, на 123 стич заказывал. У меня почему-то нету никаких опознавательных знаков. Вот. Но он мне туда не подошел. Я вышивала на другой ткани. И вот он у меня остался. Но приложив сюда, это слишком ярко. Как по мне, это слишком ярко. И будет вызывающе выглядеть. Вот. Но попался мне еще кусочек. Это кусочек из маленьких отрезочков. Иногда они у меня так пригождаются. Но не очень хороший лен в плане равномерности. То есть, цвайгард лен более равномерный, более удачный, удобный. Сейчас я вам их два сравню. У вас немножко засвечивает, наверное. Видно. Цвайгард, он светлее. И он более равномерный. И переплетения у него такие все... Ну, хорошо видно. То есть, вышивать на нем удобно. Этот же лен, он вот с такими прям вот тут натуральные-натуральные. Тут неровные переплетения где-то. Но сравнив именно вот этот вот цвет тут и там. Все равно у вас немножко засвечивает. Этот лен, цвет у него более глубокий. Чуть-чуть вот потемнее. И он как-то, ну вот больше прям на натуральный похож. И все-таки я склонилась к мысли вышивать именно на нем. Пусть он и не особо удобный в отшиве, но... Но он мне подходит именно вот по сочетанию цветов. Не знаю. Мне понравился больше даже, чем на цвайгарте. Цвайгард светлее. Вот так, наверное, вам больше видно. Что цвайгард, он светлее. Ну, как вариант, он тоже очень хорошо подходит. Если вдруг вы захотите тоже вышивать этот сэмплер. Вот. Ну, что, буду я приступать. Я показываю вам схему в таком цветовом решении. На самом деле, мне нравится очень вот такое цветовое решение. И там же я засветилась. Вот. Нравится мне сочетание синего-красного. Прям ярко так все. Ох. Ну, нет у меня синего цвета. Что для зимнего сэмплера нету. Что вот сейчас для этого. Я бы рискнула бы на синем вышивать. Честно говорю. Рискнула бы и попробовала. Мне кажется, работа выглядит очень классно. И вообще сюда подойдет лен какого-нибудь ручного окрашивания. Но у нас вариант более к этому подходит. Так что буду вышивать. Покажу вам его сейчас немножко поближе. Детальки. Ну, здесь все такое. Любовь, любовь. Прям морковь. Вот. Ну, так захотелось. Вот. Ну, что. Начну я вышивать, отшивать. Выложила сейчас пост в инстаграм. Нравится, не нравится. Пока никому не нравится. Ну, как никому. Большей части не нравится сэмплер. Вот. Но я в любом случае его вот сейчас начну. И посмотрим на готовый результат. Мне кажется, должно получиться очень и очень интересно. Постараюсь отшить быстро. Чтобы до 14 февраля он все-таки уже был в готовом варианте. Распечатала я себе уже схему. И сейчас я к ней буду приступать. Вот. И через секунду вы уже увидите готовый результат. Не отходите далеко. Ну, что ж. Вот и мое прекрасное завершение этой работы. Такое замечательное сердце у меня получилось. К сожалению, не обращать внимания на залом. У меня не получилось сейчас отгладить. При переезде мне пришлось сложить работу. И Лен помялся. Вот. И. Ну, вот. Не получилось у меня сейчас отгладить. Но при натяжке это все уйдет. Я в этом больше чем уверена. Поэтому. Поэтому я за это не переживаю. Работу мочить нельзя. Так как я вышивала никами ручного окрашивания. Но. Все. Все натянется. Это точно. И. Сердце вышилось довольно быстро. Вообще. Если бы, конечно, по-нормальному вышивать. То оно вышилось бы, наверное, дней за 5. Это максимум. Но я думаю, если вы смотрели влог. То там видели все мои продвижения. Вышивала я совсем по чуть-чуть. Вот. И вышивала довольно прилично. По времени. Честно. Не засекала сколько. Но. Дней 5. Это вот для нормальных темпов вышивальщицы. Можно спокойно вышить. Размер работы 148 на 104 крестика. Получилось такое приличное сердце. Да. Вот. Для моих ладони. Вот. И. Конечно. Вышивать. Сплошное удовольствие. Не знаю. Я вышивала с огромным удовольствием. Прям вообще получала наслаждение от каждого крестика. Плюс нитки ручного окрашивания, они, конечно, дают свой эффект. Вот такие вот переходы всякие красивые есть. Вот этот вот black work, который у меня, red work. Сердца, сердца, кругом сердца. Такое настроение сразу задает работа. Ну и вообще атмосфера сейчас вокруг такая вся романтичная. Все кругом украшено. Сердечки вообще везде. Во всех магазинах только заходишь. И сразу при входе уже все в сердцах. Все такое розовенькое, красное. Ну очень, конечно, задается атмосфера. И с этой работой у меня теперь и в доме будет своя атмосфера. Дня цветового Валентина. Не знаю, мне нравится. Ну понятно, свое детище, как оно может не нравиться. Переходы, конечно, сделали свое дело в этой работе. Да, и мне кажется, конечно, лучше будет вышивать ниткой ручного окрашивания. Но если у вас нет возможности, то DMC тоже прекрасно подойдет. И я думаю, что работа просто будет выглядеть намного ярче, сочнее. И здесь огромное раздолье для основ, как мне кажется. Здесь можно брать вообще абсолютно любого цвета основу и включать свою фантазию. Брать любые нитки, которые, как вы считаете, подойдут к этой работе. И у всех сердце будет просто индивидуальное. В этом и есть огромный плюс этого сердца, этого сэмплера. Вот. На этом буду завершать это видео. И если вам нравится сердце, то приобрести его можно на Etsy. Я оставлю ссылку. Ну, либо пишите в личные сообщения. Ссылки тоже будут все под видео. Я знаю, что оно большинству не понравилось. Но вдруг, если будут желающие, то пишите. Либо напрямую на Etsy можно купить файл прям. И тут же молниеносно вы его получите. Всем огромное спасибо за внимание. Спасибо за подписку, за лайки, за комментарии. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok